шалом дорогие друзья сегодня хочу с вами разговаривать об интернете социальных сетях новшество которое без которого сегодня многие люди не мысли даже жить 1995 году в соединенных штатах началась так называемая социальная сеть на русский язык она уже была переведена в версии другой как одноклассники самого высокое разрастание социальных сетей означает где-то временем 2003 2005 год почему я говорю об этом недавно смотрел передачу где под именем других людей многие люди скрывают свое истинное лицо истинные мотивы истинный возраст и заигрывают с маленькими девочками мальчиками или же уже взрослыми людьми не открывая своего лица я думал что это только похоже для мира всего этому что это только для мира они так себя ведут потому что хотят скрыть свои гнусные дела но оказывается многие христиане несмотря на свою бесчинность они также прикрывают свое лицо в социальных сетях или очень легко скрыться под чужим именем ходя под именем других друзей узнать информацию узнавать жизнь людей которая истина и просто открыто делится ею говорю потому что это уже последнее время я прошу чтобы каждый служитель каждый учитель каждый рабочий каждый человек который находится в нашей общине был очень внимательно и аккуратен с чем все те что он делится по интернету я понимаю что сегодня может быть не популярно так скрываться может быть открыто все говорить но знаете об этом последнее времени писал павел предпослание тимофею вот что он пишет после знай что последние дни наступят дня дни тяжелые понимаешь что сейчас тяжелые дни ибо люди будут самолюбивы сребрелюбивы горды надменны злоречивы родители непокорны неблагодарны нечестивы не дружелюбны непримирительны клеветники не воздержаны жестоки не любящие добра предатели наглых напыщены более сластолюбивы нежели боголюбивы имеющий вид благочестия силы же его отрекшийся таковых удаляйся к сим принадлежат те которые крадываются в домы и обольщают женщин утопающие в грехах водимые различные похотями всегда учащиеся никогда не могущий дойти до познания истины многие верующие смотря в социальные свете сети открыто говорят о многих вещах и фотографии личной жизни но недавно произошло и в нашей жизни с моей женой казус когда один человек просто под именем другого человека вошел в разговор с моей женой и начал выпад выпытывать многие информацию конечно же позже уже открылось что это та другая личность с которой разговаривалась и знаете было неприятно что ты предан ты тебя обольстили тебе сказали что-то и знай вот этот момент что вырываются ваши домы под имени других приходят в дома верующих людей используют их и знаете если сегодня человек использует ваше имя в интернете а завтра этот человек может уже предать и отослать вас на каторгу и написать вещи которые независимо от вашего обстоятельства будут против вас и введены я верю что для нас верующих людей нужно быть на страже доверять богу доверять людям любить людей но также быть аккуратным всем тем что мы делимся в интернете я прошу чтобы вы были весьма богословены и бдительны чтобы господь благословил вас и вы были аккуратны во всем что вы делаете и все в чем вы делитесь просто помните что пускай ваши друзья будут вашими друзьями и пускай господь помилует и благословит вас во всем и пожалуйста приходите на это собрание у нас будут друзья Давид и Шерон и они будут делиться словом которое будет благословено для каждого человека и для нас Паруха Шем